Так, начался новый рабочий день. Кто у нас сегодня в списках и кто попадет к нам на службу? Алло, миленькое создание, кошечка. Ты сделала столько всего хорошего. Ты притащила мертвого голубя в хозяину в честь верности ему. Хм, странный, противоречивый поступок, но явно с благой целью. Мы берем тебя к себе. Блин, что-то я немного устал. Ну ладно, кто там дальше? Оу, 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 вы явно не наш клиент. Вы сделали слишком много плохого. Вы убили столько беззащитных игроков, пока не строили дом из грязи. Вам явно должно быть очень стыдно. Вы не подходите. В ад. Я уже так хочу домой к семье. Последний клиент. Жду вас. Эм, снеговик с тыквой на голове. Но ты любила раздражать игроков своими дурными снежками. И это очень их бесило. Многие из них сходили с ума и даже сваливались в яму из-за тебя. Прости, но такое не прощается. Поэтому вынужден отпройти в самое ужасное место для тебя в ад. Так, ну всё. Пора домой. Стоять! Нет! Ты слишком мало мобов отправил в рай. Найди мне ещё какого-нибудь моба. Этого недостаточно. Бог с бархатным голоском, но я так устал и хочу к семье. Может, я смогу немного отдохнуть? Нет, 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 нет. Пока не найдёшь меня моба, можешь не возвращаться в рай. Я устал, поэтому я ухожу, а ты давай ищи. Эх, видимо, у меня нет выбора. Семья подождёт. Но никогда не отворачивайся от семьи, даже если она отвернулась от тебя. Ауф. Аааа, блин, как не хочу в школу, а? Стоп, точно! Начались же каникулы! У-ху! Замечательно! А это значит то, что теперь я буду делать, что захочу, целых три месяца! Так, игрушки с вами разберусь чуть-чуть попозже, а пока я пойду гулять. Замечательная погода. Так, привет, Теба! Что, ловишь рыбу для своей пингвиньей семьи? Привет, Райм, я не пингвин, и у меня нет семьи. Но, да, я ловлю рыбу, потому что пора завтракать. Понятно. Ладненько, я пойду, пожалуй, прогуляюсь. Блин, какой же у нас классный фонтан в центре города! Всегда было интересно, почему он такой формы? Хм, ты! Аааа! Что это? О, господи! Ты подходишь, чтобы отправиться в рай. Пускай ты так молод, но это даже в плюс. Ты не сделал, вроде бы, никаких плохих дел, и поэтому торжественно приглашаю тебя на небеса. Что? Иди в жопу! Не хочу я в рай. У меня только летние каникулы начались. У меня столько дел. Я ещё так молод и красив. Ну, это не обсуждается. Что? Это, это, это как понимать? Нет, 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 я и ни в какой рай не пойду. Теба, спаси меня! Теба! Не-не-не-не, вернись, вернись, вернись. Ты, ты, ты идеальный кандидат. Я не могу упустить тебя такого с тобой. Всё быстро получится, и я смогу заняться своими делами. Давай, давай не усложнять никому жизнь. Нет, пожалуйста, я не хочу в рай. Тебя никто не спрашивал. Что это значит, меня никто не спрашивал? Я вообще-то сам решаю, поэтому никуда я не пойду. Всё, отстань от меня. Ты уже в раю. Что? Что? Какой-то... Как это понимать? Да так просто. Теперь мы перенеслись на небесную деревню. Она практически идентична той, что была на земле. Я не хочу. Тогда тебя отправить в ад? Нет, нет. Значит, смотри, я тебе сейчас пройду краткую экскурсию. В этой деревне ты как в клетке, потому что за её пределы выйти ты не сможешь. Офигеть, отличный рай. Ломать ты здесь тоже ничего не можешь. Все блоки запривачены самим богом. Эээ... Ломается? Да-да, это правда. Стоп, как ты это сделал? Ты лишь на премии. Эээ... Блин, что ты наделал, чёрт подери? Ладно. Стоп, что? Ты сказал, чёрт подери в раю? Ты будешь сидеть в моём подвале не дирю. Хе-хе-хе. М-да, хороший из тебя ангел. Ладно, что у вас тут ещё есть помимо этой клетки? Эээ... Ну, значит, смотри, вот фонтан, практически идентичный. Девочка-лисичка у нас также есть, вот летает одна. Стоп, что это же акита? Как она оказалась в раю? Пшеничные поля. Это святая пшеница, её выращивали сами архангелы. Эээ... Понятно. Сразу после двух недель в подвале, у бога, после того, что они наделали нам. Так, ладно, это всё замечательно, я вижу, тут даже рынок какой-то есть, всё как у меня дома. Но есть одна проблемка. Я хочу домой, как мне вернуться на землю? Ну... Тебе нужно сделать очень много плохих дел, но здесь это сделать невозможно. Сколько плохих дел? Пять. Пять плохих дел? Ха, это будет проще простого. Ха, ну поскольку мы в раю, это будет очень трудно сделать, потому что ни у кого не выходило здесь ни разу на греши. И сюда просто попадают самые избранные. Ну всё, я пошёл к своей семье. Или в подвал. Как повезёт. Нужно сделать пять плохих дел для того, чтобы вернуться на землю из этого рая. Так, тут достаточно скучно. Но при этом всё действительно похоже на мой дом. Так, где же мой домик? Кажется, это... Ааа, ты кто? Ай, не пугайся. Ёж? Нет, я не ёж, я ангел. Ладно, что ты делаешь в моём доме? Вообще-то это наш дом. Первый этаж мой, второй твой. Это как ещё понимать? Ну вот так вот, у нас город маленький, а ангелов много. Понятно. Ну ладненько, ладненько. Кажется, у меня первая жертва, которая попадётся мне под руку. Так, что у меня тут есть? Ага. О, нифига себе, тыквенные пироги. Поедим их. Тьфу, невкусно. Ааа, ты ещё кто? Мне показалось. Аа, ты кто? Привет, я тоже ангел. Ааа, не подглядывай за мной. Всё, кажется, я от неё избавился. Так, ладненько, у меня тут есть... Зачем мне ведро ва... Воды? Точно. Я могу затопить соседа снизу. Это точно будет плохое дело. Первое в моём списке. Ааа, пожар. Так, затопим его сейчас. Что? Аа, какой ещё пожар? Ты мой герой. Вот, хорошо, что ты мой сосед сразу же выручил. Как это понять, выручил? Ну, я не очень умею готовить. И... Вот случился пожар. То есть ты устроил пожар, и я тебя спас? Да. Чё? Спасибо тебе большое. Да я хотел тебя затопить. Ладно. Хорошо, с этим не получилось. Так, ну, воду я приберегу, но потом явно пригодится. Нужно найти ещё какую-нибудь жертву. Так, пока, соседушка. Пока, сосед. Ага, какие-то мобилы непонятные. Мёрфи, корги. Угу, ясно. Ничего удивительного. О, кажется, Акита это фермер. И что будет, если я растопчу всю её пшеницу? Думаю, она очень расстроится. И это точно пойдёт в копилочку грехов. Так, сейчас дождусь, пока она отсюда уйдёт. Ага, кажется, улетела. И теперь топчем пшеницу! Пшеницу! И зальём её как раз-таки водой. Отлично. Наверное, она очень долго её растила. Как сказал тот ангел, она какая-то святая. Я думаю, меня точно за это не простят. Отлично! Готово! Супер! Что ты наделал? Я растоптал всю пшеницу. Вот она. Посмотри. Спасибо тебе огромное, что собрал. Я давно не решалась то сделать. Что? У меня было много дел. Что? В смысле? Как это? Я её не собрал. Я её затоптал. Спасибо ещё раз за помощь. Я полетела. Ээээ... Чёрт! Ладно! Аааа! Чел, ты облажался. Да, я так и понял. Тупая пшеница. Ммм, получай, получ... О! Ммм, как же тут быстро растут цветы. На, лук-батун. Ой, какая же у меня отличная новая курточка. Стоп. Отлично, новая курточка. Если мы сейчас из лука-батуна сделаем краситель, вот такой вот, мы сможем ему испортить эту куртку. Теба, пингвин недоделанный, получай. Что? А... Моя куртка. А, спасибо тебе огромное. Что? Если честно, мне так не нравился этот коричневый цвет, напоминал цвет грязи. А теперь она такая стильная, модная, молодёжная. Спасибо тебе, я в долгу. А, я ненавижу вас всех здесь! Что же мне сделать? Что же мне сделать? Я пытаюсь... Ты явно не можешь сделать плохие дела в раю, потому что это невозможно. Я говорил, все пытались, ни у кого не получалось. Эй! Ты что здесь забыл? А! А, хорошо. А, за что? Больно же. Чтобы не расслаблялся. Да, спасибо. А, что же мне сделать, я даже не знаю, блин. О, Аки-то. Мой любимый дом. Как же я по тебе соскучилась. О, это её дом, а что ж затопить? Ведро с водой я использовал. Здравствуйте, извините, можно мне много рыбы? Да, вот, держите вам, с вас ноль рублей. Ведь мы в районе, здесь всё бесплатно, все должны быть счастливы. Да, согласен с вами. Спасибо вам большое, до встречи. Стоп, это что, динамит? Здравствуйте, здравствуйте, а что вы продаёте? Всё, что вы захотите, всё у меня есть. И сколько это стоит? Ноль рублей. Эй, серьёзно, можно мне, пожалуйста, динамита, и побольше динамита, и ещё зажигалку? А зачем тебе? Ну как это зачем? Просто он красный и красивый, я не собираюсь ничего взрывать. А, ну тогда ладно, держи тебе. Спасибо огромное, до свидания. Так, Акито дома, и это, я так понял, её любимое место, где она проводит своё время и отдыхает. Так, 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 сейчас мы всё здесь исправим. Я думаю, после вот такого она точно на меня разозлится. И последний штрих, пам! Акито, сейчас тебя ждёт сюрприз! А, что это такое? Не переживай, это всего лишь я. А, что ты наделал? Я немножечко исправил твой дом, как тебе? Ой, спасибо тебе большое, я как раз хотела сделать небольшую перестановку. Что? Какую ещё перестановку? Я тебе буквально взорвал дом! Почему тебя это ни капли не смущает? Что? Взорвал дом? А что это значит? Неважно. Эээ, ну спасибо тебе большое, я пошла искать новое жилище. Что? Это невозможно. Это какой-то бред. Как мне сделать хоть одно плохое дело? Почему они все такие счастливые? Мне это не нравится. Так, может быть ещё что-нибудь подорвать, а? Эээ, внимание! Прошу пройти вас на вечернюю молитву. Господи, это куда? Это прямо налево, дурной. Спасибо! Господи, неужели он даже читает твои мысли? Видимо, прямо и налево, это он туда, видимо, он имел в виду прямо и направо, в эту церковь. Действительно, они все там собрались. Сегодня мы будем читать священную книгу. Но пока что мне нужно ненадолго отлучиться по не менее важным делам. Возьму необходимый наряд. Что это ещё за молитва? Каждый вечер ровно в девять мы слушаем вечерние молитвы. Или различные напутствия, они нам так помогают, особенно тогда, когда нет дома. Да, хе-хе, эм, так, а что там за книга? Не иди туда, это священное место, простым смертным туда нельзя. Да мне пофиг. Так, ага, священная книга. Ладненько, а что тут ещё у нас? Фанфики? Отлично, заменим её. Аккуратно, пока он не пришёл. Ё-моё, так, отлично, положили, всё. Аккуратно, если что, я ничего не делал. А что ты там делал? Я просто счищал пыльский книг. Я нашёл своё одеяние для вечерней молитвы. Ну что ж, ученики, начнём. И... Какого фига здесь делают фанфики? Фу, жесть в церковь! А почему они лежали в вашей библиотеке? Что? Ах ты, маленький грешник. Это не моё, это ты подкинул. Ладно, прочитаю, Дин. Жили-были Райм и Градус. Фу, господи, выкалите мне кто-нибудь в глаза. Хорошо ты придумал, Райм. Поднял настроение всем на весь вечер. Да ё-моё! Мне это уже изрядно надоело. Как же мне им насолить? Ой, Райм, я поздравляю тебя. Ты сделал за сегодня столько хороших дел. И в честь этого я награждаю тебя крыльями. И это знак того, что ты здесь остаёшься навсегда. Навсегда? Да. Ничего, у меня таких много. Спасибо. Ладно, я понял. Одних мне хватит. Что же я могу ещё сделать? Блин. Так, теперь у меня появились крылья ангела. Конечно, летать очень и очень здорово. Но как же меня здесь всё раздражает. Ладненько, кажется, у меня есть идея. Эй, ангел! Я пока что тут полетаю, осмотрюсь, хорошо? Да, без проблем. Летай, летай, учись. Акито, Акито, иди сюда. У меня есть фейерверки. Ух ты, фейерверки, как здорово. Давай запустим их. Теба, Теба, иди сюда, иди сюда. Что, что такое? Смотри, у меня есть для вас фейерверки. Вам нужно их расставить в разных частях города. И когда вы это сделаете, скажите мне. Мы запустим салют в честь того, что я получил крылья. О, ты получил крылья, поздравляю. Отличная идея, давайте прямо сейчас и начнём. Тогда расставляем везде эти фейерверки. Ти-э-э-н-т. Это точно фейерверки? Конечно. Ты что, думаешь, я буду тебе врать? Если бы я врал, я бы никогда не получил эти крылья. Ха, ты прав. Ну что ж, погнали. Погнали. Расставляем, расставляем, расставляем. Главное успеть, главное успеть. Так, охренеть, мы на славу потрудились. Что вы тут наделали? Где этот мелкий проказник? Это не я, это они, и всё. Хит, а что вы делаете? Это же, это же динамит. Что такое динамит? Это что, не фейерверки? Райм, ты нас что, обманул? Райм, так ты что, обманщик? Как ты тогда получил эти крылья? Ангел, мы без бога не разберёмся, вызывайте его. Алло, Петька, подъезжай. Ну и что, теперь меня отправят обратно на землю, да? Ну, сейчас узнаем. О, Господи. Меня кто назвал? Чёрт. Ё-моё, ё-моё, надо улетать отсюда, быстрее. Что вам, наш прекрасный рай? Нет. Так, нужно помочь немножечко. Опа, вот так вот, вот так вот. Стены, они разрушены. Это были вовсе не фейерверки. Да, это были не фейерверки. Градус. Это всё из-за тебя. Ты пригласил этого гнусного ребёнка. Снимай свою шляпу и отправляйся в ад. Нет, 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 нет. Эээ, что? Он и вправду отправился в ад. А ты? Я тебя ненавижу. Эээ. Даже в ад тебя не могу отправить. Ты его разрушишь. Отправляйся на землю. Ладно, ладно. Аааа. Фу, мягкая посадочка. Стоп. У меня остались крылья. Отлично. Это значит, что это лето точно будет незабываемым. Особенно данное приключение. Но если вам оно понравилось, то ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. С вами был я, Райм. Всем удачки. Всем пока-пока.